Здравствуйте, дорогие слушатели! Я действительно замыкающий финальный спикер нашего сегодняшнего такого насыщенного дня. Это чрезвычайно выгодно для меня, поскольку дало мне возможность прослушать всех предыдущих таких разных выступающих и государственных служащих, и довольно высокопоставленных государственных служащих, и действующих мэров, и бывших мэров, и архитекторов, и гражданских активистов. Соответственно, моя роль состоит в том, чтобы подвести некоторый итог нашей сегодняшней дискуссии, нашего сегодняшнего обсуждения и показать такую большую картину того, что такое город и городская жизнь с точки зрения наук об обществе. 20-й век был определен процессом урбанизации. Это, пожалуй, главное, что случилось с нашей планетой, с человечеством в течение 20-го века. Мы, в общем, как будто это знаем, но мы не до конца осознаем масштаб этого явления и те изменения, которые оно несет с собой. Вот посмотрите, как это выглядит на больших данных. Вот две кривые – люди, живущие в сельской местности и люди, живущие в городах. Для всего мира эти кривые пересеклись уже в конце 20-го века. Для России, вот посмотрите, это случилось в 60-х годах века 20-го. Уже после этого Россия перестала быть с точки зрения населения сельской страной. Мы – страна городская. 74,4% наших сограждан, говорит нам Росстат, живут в городах. Урбанизация 20-го века была урбанизацией промышленной. Города, которые наполнялись населением, были промышленными городами. Возникали новые производства, вокруг них селились новые люди. Те массы людей, которые переезжали из сельской местности в города старые и новые, приезжали в основном для того, чтобы стать рабочими. Городская жизнь 21-го века меняется. Наши города продолжают, некоторые из них, быть индустриальными, но большинство из них становятся постиндустриальными. Основная сфера занятости в них – это не промышленность, а сфера услуг и управления. Большинство горожан – это больше не рабочие. Это тоже кажется нам самоочевидным, потому что мы, еще раз повторю, не до конца осознаем, до какой степени наши города по-прежнему выстроены вокруг той индустрии, которой уже больше нет. Насколько наши, например, транспортные маршруты, расположение жилых районов, соотношение центра и районов так называемых спальных сориентированы именно на эту модель труда и отдыха, которой больше, в общем, уже не существует. Для России при этом процесс урбанизации продолжается. То есть люди продолжают ехать из малых городов в большие, из больших городов в мегаполисы. Но, судя по глобальным тенденциям, так будет не всегда. Обратите внимание вот на эти данные. По сравнению с соседними странами, Россия не просто городская страна, а Россия – страна больших городов. Посмотрите, насколько их у нас, так сказать, на единицу площади больше, чем в других странах, городов с населением свыше 100 тысяч человек. Кстати, надо сказать, что наивысшие уровни удовлетворения жизнью и так называемые рейтинги счастья показывают люди, которые живут в городах с населением до миллиона. Это, в общем, нас должно подвести к вот этим вот следующим данным, на которые я хочу обратить ваше внимание. Смотрите, это динамика населения крупнейших американских городов и агломерации Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Чикаго. Это свежие данные с 2010 по 2018 год. Смотрите, что происходит. Был достаточно значительный рост населения, который сначала замедлился, а потом перешел в свою противоположность. За счет чего это происходит? Вот те же самые данные на, скажем так, в более наглядном виде, в виде линии. То есть мы видим вот в таких вот крупных городах, и еще раз повторю, в городских агломерациях, не перенаселение, а может быть, начало процесса депопуляции. Имеет смысл обратить внимание на эту тенденцию, она контринтуитивна. Нам кажется, что наша проблема состоит в том, что народ все прибывает и прибывает, да, особенно в столице. Но еще раз повторю, может быть, так будет не всегда. Что происходит, если посмотреть на это более детально? Прирост численности населения больших городов происходит за счет миграции, в то время как города помельче растут за счет естественного прироста. То есть что получается? Люди на определенном этапе экономического развития, когда эта наша постиндустриальная экономика окончательно вступает в свои права и, что называется, ходить на работу ежедневно становится необязательно, доставка товаров становится все более дешевой и быстрой, обмен информацией становится все более совершенным, люди начинают предпочитать жить в городах поменьше. Таким образом, из мегаполисов они могут начать разъезжаться, соответственно, мегаполисы растут или хотя бы сохраняют свою численность за счет тех людей, которые приезжают, скажем так, более издалека. Это любопытная тенденция, я бы на нее обратила внимание. Она дает новую надежду тем, кто сейчас борется за сохранение городов средних и малых. Возможно, следующий, так сказать, этап технического и экономического прогресса даст им новую надежду. Что касается, собственно, населенности, плотности городов. Обратите внимание на то, что Москва, например, здесь совсем не чемпион среди других городов мира. Даже если мы не берем города Китая и Индии, мы видим, что в Лондоне и в Париже более плотная застройка. Я надеюсь, что эти данные не будут восприняты в том смысле, что давайте застроим Москву и Петербург еще плотнее, там еще есть запад. Дело не в этом. Наша проблема – неплотность застройки как таковой. Наши города застроены неравномерно, они полны пустотами и сверхплотными районами. В общем, это более или менее хорошо известно. Наша проблема – это концентрация. Концентрация людей, концентрация ресурсов, обескровливание окрестных территорий ради того, чтобы вот эти вот ресурсы людские, финансовые и культурные, и информационные все стягивались в крупные города. В этих крупных городах и в средних городах, и в городах мелких живут люди, которые, как я уже сказала, в основном работают не на заводах, а в основном работают в сфере услуг. Сфера услуг – это сфера коммуникаций. Новая городская жизнь предполагает новую степень связанности. Города 21 века отличаются от городов 20 века тем, что в 20 веке это урбанистическое индустриальное общество было массовым, атомизированным, анонимизированным. Товар предполагает стандартизацию, услуга предполагает общение, коммуникацию и кастомизацию. Новая городская жизнь предполагает эту самую очень плотную ткань связанности, общение всех со всеми, взаимодополнение людей друг друга. Это требует, скажем так, начинает требовать новой степени гражданской вовлеченности и политического участия. Люди все меньше и меньше готовы делегировать, они все больше и больше хотят участвовать. На этом фоне мы видим вот эту несколько печальную картину снижения числа выборности мэров. Если мы прибавим к этому еще и небольшие размеры городских представительных органов, в которых значительная часть избранных депутатов работает, что называется, на общественных началах, то есть не принимает полноценного участия в работе этого представительного органа, то мы увидим дефицит репрезентативности. Мы увидим неудовлетворенную потребность участия. Вот, собственно говоря, данные о том, кто такие наши мэры городов, откуда они берутся, как изменилась динамика их рекрутирования за последние годы. Это достаточно очевидные данные. Все больше становится муниципальных чиновников, меньше депутатов, меньше представителей бизнеса, больше также чиновников региональных. То есть, собственно, бюрократическая корпорация воспроизводит самоё себя. А что с ними потом происходит, с этими мэрами, происходящими из муниципальных служащих или из региональных служащих, после того, как они перестали быть мэрами? Ну, на первом месте это сценарий по частоте, это сценарий перехода на региональный уровень. Люди идут, скажем так, на повышение. Хотя это не очень приятно так говорить, потому что местное самоуправление, в общем, не входит, даже по нашей Конституции, ни в какую вертикаль, и является вот этим базовым этажом демократической структуры, которая не подчиняется никакому другому. Второй по частоте сценарий – это уголовное преследование. А третий – это то, что здесь обозначено деликатно как исчезновение с радаров. То есть люди просто уходят из информационного пространства, непонятно, что с ними после этого делается. Есть ли взаимосвязь между снижением избранности и усилением уголовного преследования? Ну, по крайней мере, корреляция, как известно, это не каузация, после не значит по причине, но вот это вот соотношение данных, оно как-то наводит на мысли. Еще раз вернусь к своему основному базовому тезису. Многие думают, что люди недовольны бывают тогда, когда им чего-то недодали. На самом деле причина недовольства гораздо чаще – это не учет интересов. Людей очень сильно раздражает, когда их не слушают, когда им не дают участвовать в принятии тех решений, которые непосредственно влияют на их жизнь. Еще раз повторю, делегирование – это способ политического участия предыдущей исторической эпохи. Люди хотят непосредственно быть вовлечены не в реализацию решений, а в их принятие. Если это происходит, политическая ответственность разделяется, распределяется. Таким образом, система становится более устойчивой, повышая свою легитимность. Это, в общем, такие довольно базовые политологические тезисы, но почему-то не всем они известны. Существует два типа участия, скажу я в завершении. Это авторитарный тип и демократический. Авторитарный тип состоит в том, что решение принимается где-то, а потом людей приглашают поучаствовать в его реализации. Демократический тип состоит в том, что решения принимаются совместно. Поклонники первого типа часто склонны обижаться в свою очередь. Почему люди им неблагодарны за их подарки, за их труды неустанные, за то, что они хотели сделать хорошее, а не то, что спасибо они не слышат, а в ответ они получают протест. И тогда эти люди говорят, вам не угодишь. Жители, я не люблю этого слова, население, еще один плохой термин, никогда ничем не бывает довольна. Мы-то им добра желаем, а они сами не понимают, что им лучше. Понимаете, уже больше нельзя причинить добро и нанести пользу по вертикали. Люди не желают это воспринимать. Между тем, как решение, принятое совместно, это совместная ответственность, это иной уровень участия, и еще раз повторю, это иной уровень и эффективности принятия этого решения, и его воплощаемости. Я надеюсь, что последнее слово, как сказано в известном фильме, запоминается, и эти, в общем, нехитрые, довольно тривиальные соображения, они как-то осядут в умах аудитории. Спасибо еще раз за возможность высказаться.